Алина, дело в том, что я сейчас пыталась вспомнить, в каком году меня тоже друзья привели в этот дом, и я как-то потерялась, что память у меня тоже стала плохая, но было это лет 25 назад. А вы сидя можете, Али? Да. Выходишь, нас выезжай. Мы так по-грубую пойдём. Нет, а может быть вы туда бы подошли, я же снимаю вообще-то, а как я вас сниму, если вы будете там сидеть? Ну, давайте уже будем выходить туда, это будет лучше. Что может, кто-то выходит, кто с палочкой... А кто с палочкой, да, совершенно верно, да, совершенно верно. Тогда я выйду туда, ничего страшного, да. А вы можете сесть вон на тумбочку? Да, можно стульчик поставить там, конечно. Давайте я ощущаю тебя в петербурге, это одни. Не на выставке, как бы. Наверное, это было лет 25 назад, у меня есть две названные сестры, это две барышни моего возраста. Мы очень долгое время прожили в жизни вместе, рядом. И как бы я считала их своими сёстрами, потому что брат нам где-то далеко, а это были мои две сестры. И одна из них заболела, ну, как бы очень странно. Поставили диагноз рак. И в это же самое время вот я получилась так, что меня перевели к доктору Балу, познакомиться. Было ли это какое-то проведение сверху, да? Наверняка, да. Моя сестра, проживая в Венгарской области, она наблюдалась и лежала в больнице, вот здесь, прямо на Маховой. Это областная клиника для больных, такого рода, что это как-то была вот такая история интересная. Микрофон, такая штука, в которую говорят. Говорят. Хорошо. А из микрофона отлично. Да. Без напряжения. Врачи, в этой больнице я рыла много раз, это такая странная, странное такое место, страшное, да, такое неприятное, можно сказать, маховая улица. И, конечно, это вот страшно, когда ты вдруг понимаешь, что твои близкие люди, близкий человек погибает на глазах, да. Так получилось, что доктор Балу, попав в этот дом, то есть вдруг я обнаружила, что этот человек Балу, он так удивительно может слышать любого человека, да. То есть он так тонко чувствует твою душу, или, как вот вы сказали, сердце, которое впереди. И он, немного пообщавшись с тобой, вдруг ты понимаешь, что он знает тебя изнутри настолько, и говорит такие нужные, вовремя сказанные слова, что это тебе помогает жить дальше. И это было для меня такое удивление, и, конечно, не просто вот эти сказки, я как-нибудь начали применять вот то, что он мне давал, мы начали применять в моей сестре. На маховой у нас был поставлен диагноз, буквально такой серьезный, прогноз был такой неблагоприятный, прогноз был два месяца не больше жизни, да, такой прекрасной моей Иринушке, да. Прогноз был вот такой, и, как ни странно, получилось, что, попав в этот дом, то есть мы, конечно, изучили литературу сокотерапии, полутору, американский такой, врач, да, то есть вот эти все дела перешли вот на такой образ существования, что ли. Значит, получилась такая история, что она после постановки диагноза, где ей прогнозировали два месяца жизни, не больше, она у нас прожила восемь лет. Благодаря чему, это тоже сказочным каким-то моментом, потому что применяю сказкотерапию, советы доктора Балу, его беседы со мной, да, и я, естественно, все, что вот он мне давал, мы переносили вот на мою сестру. Это было очень, как бы, удивительно, если вначале все как-то очень, знаете, когда это случается с человеком, это как-то очень страшно, да, получается страшно, и ты не знаешь, что делать, чем помочь. И именно доктор Балу вот помог нам со всем этим, как бы, жить, да, то есть это для меня, как бы, это какие-то чудеса вот такие, получается, да. Конечно, мы не избежали участи такой, но когда я так благодарна этому человеку, и все встречи... То есть, знаете, как-то так, я так растрогана, что все встречи такие сильного такого плана были, да, что они так тебе помогали выживать в этом нашем мире, что это просто, как бы, даже для меня до сих пор это какие-то чудеса происходят. Как этот человек общался, как мы встречались, и как он проходил вот эти встречи с переодеванием в разные образы, да, Это как-то было удивительно, как люди вокруг этого стола настолько открывались, и получалось, что ты знакомился и с другими историями, да, И как ни странно, вдруг у тебя открывалось какое-то видение, потому что вдруг ты начинала видеть людей вот глазами волокон, да, Вот, мне кажется, вот такие вот какие-то чудеса происходят, и каждая встреча на глазах, вот это как бы волшебство такое, Вот лично для меня это было вот такое волшебство, волшебное состояние, это была какая-то радость от общения с людьми, которые вот встречались. Обычно кто-то еще приносил к столу какие-то и вкусности, и цветы всегда присутствовали, да, И его спокойствие, и его как-то вот это умение объединить людей, то есть давало вот силы для дальнейшей жизни. И как бы до сих пор вот все его сказки, они, конечно, такую силу имеют, да, Что они тебе позволяют жить как бы дальше, с энтузиазмом какой-то, да, как бы настроено, что не просто жить от утра до вечера, да, А просто вот получается жить с энтузиазмом, да, не опускать руки, верить в какую-то вот твою предназначенность какую-то, Которую ты выполняешь какую-то работу, и поэтому я считаю, вот это уникальный человек, Которому мы очень благодарны. И спасибо большое доктору Балу за вот моих знакомых, да. Да, фактически, вот я бы как-то так вот сказала, что мы все как-то идем по жизни друг за другом, И вдруг оказывается, что вроде бы совсем недавно, 30-40 лет назад, мы там были совершенно молодыми, И вдруг видишь, что мы потихонечку переходим в другую, как бы, область жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что поделились. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. То есть, когда ты видишь, что мы медленно и верно все идем к доктору Балу. Сейчас, секунду.